Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент. Полную книгу вы можете скачать, прослушать онлайн и получить в текстовом виде, в таких форматах, как FB2, по ссылочке в описании под видео. Переходите и наслаждайтесь! Глава первая. Алтайский край, Улаганский район, 15 июня 2008 года, 11.30 утра. У каждого должен быть дом. Место, куда тебе хочется вернуться, где ты чувствуешь себя в безопасности, где еда и постель, в конце концов. Именно так я и думал, медленно в натяг выруливая между валунами. Нива рычала на пониженные, натащила бодро. Я улыбался, ведь я ехал строить свой дом. При выходе на пенсию командование выделило мне участок. Расщедрилось. Хотя зря ворчу, сам виноват. Хотели же мне сначала дом дать в Зеленчуке, но отказался. Насмотрелся на Кавказ по самое не могу. Вот и попросил хоть где-хоть в жопе мира, но подальше от Кавказского хребта. В результате получил по программе переселения 3 гектара аж в горном Алтае между Балыктуюлем и Язулой. Жилищный сертификат продал, буду сам строиться. А я что, я не против. Я в обществе и не рвался. Одному спокойнее и привычнее. Зато место какое. Горы, сосны, чистейшие речушки. Еще и озеро в километре. Красота. Чистый воздух, охота, рыбалка. Иметь свой дом в таком райском месте. Что может быть лучше? Только торопиться надо. Хотя бы времянку какую-нибудь до зимы поставить. Зимы на Алтае – это не Кавказ. С такими мыслями я, внимательно глядя по сторонам, объезжал длинный пологий холм, заросший высокой, изумрудно-зеленой травой. Зелень так и манила бросить все и поваляться, глядя в чистое, бледно-голубое небо. Жить хорошо. Тропинка, огибая склон, возвращалась почти к месту въезда. Я увидел собственную колею, промятую в траве. Интересно, а почему они напрямую не ходят? Вот же между холмами проход. Я пригляделся. На земле не валялось острых камней или ржавых железок. Там и травы-то не было. Длинная, лысая полоса, шириной в полметра от холма до холма. Будто нахоженная тропа. Только начиналась она у подножия одного склона, а заканчивалась у другого метрах в десяти. И никуда не вела. Солончак, что ли? А пофигу. Я вокруг холма ездить не буду. Тут километра два будет, а машина груженная, да с прицепом, да за лето раз пятьдесят. Это одного бензина сколько сожгу. Завтра же через проплешину поеду. Впрочем, через полчаса я уже и думать об этом забыл. Затеялся ноль выкладывать. А для непрофессионала кирпичная кладка только кажется легким делом. В общем, провозился весь день. А вечером обратно в Балыктуюль. На стройке ночевать пока негде. Утром твердо решил переехать на место строительства. Не делал это по сто километров в день взад-назад гонять. Взял с собой палатку, обученную по ЛСКу. Потом подумал и загрузил в машину все свое армейское наследство. Мало ли, съемная комната это не свой дом. Вдруг хозяева порыться захотят, а у меня там лучше уж пусть все хозяйство под боком. В общем, почти до обеда собирался. Инструмент забрал тоже весь. Так и поехал в свое имение, громыхая по прицепу генератором. Про холм вспомнил уже на повороте, увидев голое место. Не сверну, так поеду. Солончак парил. Воздух над ним колыхался, и время от времени казалось, что я вижу отражение камуфлированного капота своей Нивы. Никаких препятствий. Проехал как по шоссе. В окно сразу пахнуло горячим ветром, раздался птичий грай. Гнездо спугнул. Я тронулся вперед, выискивая вчерашние следы. Нету. И деревья какие-то не те. У меня на участке сосны были, а здесь что-то явно лиственное. Причем очень лиственное. Листья, как у фикуса. И деревьев многовато. Будто в джунгли въехал. Я уж лучше назад и вокруг холма, как вчера. Нива, взрывая на кочках, развернулась. Холмов на месте не было. Вместо них в небо уходил горный кряж, отвесная каменная стена, присыпанная снизу кучами разнокалиберных валунов. Кое-где на крутом склоне росли неизвестно, как притулившиеся деревца. А вплотную к камням подступал лес. Прямо передо мной белила лысая тропинка того самого солончака. Зашибись. Минут пять я внимательно разглядывал проплешину, склоны, необычные деревья, пытаясь найти проход обратно. Потоптался на солончаке. Бесполезно. Над ним даже воздух не парит. Да и не солончак это. Такая же каменистая земля, как везде, только без травы. Как будто выжиг ее кто, или кислотой залил. И деревья вокруг странные. Помимо фикусов было и что-то явно хвойное, вроде лиственницы. Я сильно не присматривался. А главное воздух. Такого воздуха я еще нигде не нюхал. Дышалось легко, как в детстве. Хотелось бегать, скакать. Были бы крылья, точно взлетел. Заглушил мотор, сел на камень и задумался. Из логических версий в голову лезло только слово «телепортация». Но даже если так, то как? И куда? Может, этот чертов солончак какая-нибудь природная аномалия, вроде телепорта? Потому и не зарастает? Не успевает трава вырасти, переносится. Я взял камень и кинул, стараясь попасть прямо на тропинку. Камень звонко ударил по горному склону, покатился и остановился на голом месте. Не исчез. Я закурил. Через пять минут камень продолжал лежать на месте. Может, если и телепорт, то непостоянный, импульсный какой-нибудь. И работает он как гейзер. Копит энергию, копит. Потом бах! Выкинул в другое место. Значит, далеко отходить от солончака нельзя. Ставлю ПЛС-ку прямо у кромки леса. Я достал телефон. Сети нет. Но на Алтае это нормально. Связь здесь бывает или вдоль дорог, или в поселках. Порылся в настройках. Роумингов сетей тоже не было. GPS спутников не видел. Дикие места. Надо достать Ремингтон. Мало ли, куда меня занесло. А если медведь выйдет? Или кабан? А судя по деревьям, может выйти даже слон. И дровишек стоит подсобрать. Дикие звери боятся огня. Люди же, наоборот, могут к костру выйти, хоть на местности сориентируюсь. А вообще уже обедать пора. Возле горной стены сухих веток было мало. Пришлось выдвигаться в чащу. Я вынул из чехла Ремингтон. Мало ли. Собственно, Ремингтоном я его по привычке называл. На самом деле, от классического охотничьего ружья Ремингтон 700 там мало что осталось. Больше на М40 похоже. Еще и под наш патрон 7,62х54. Мощная дальнобойная винтовка. В лесу было влажным. Сушняк под деревьями был настолько мокрый, что выскальзывал из рук при попытке поднять. Надо было идти куда-то на солнце, где по суше. Вскоре нашлась полянка. Вообще-то, я бы ее сроду не нашел. Птицы подсказали. Над травой стоял дикий ор, как на футбольном матче. А на самой поляне... Там происходила битва гигантов. Какой-то неизвестный мне зверь. Змея, похожий на варана, но размером с собаку, с меховым воротником и волосатыми ногами, висел на шее у огромной, метра три, змеюки. Змея была камуфлирована под темный камень, но с красной головой. Варан явно побеждал. Не знаю, за кого болели вопящие над поляной птицы, но команде змеи приходилось туго. Хоть она и трясла варана, как Брюс Линунчаки, но тот при каждом ударе о землю только плотнее перехватывал зубами длинную шею. Вскоре красная треугольная голова покатилась по траве. Наши победили. Безголовое тело вертелось еще минуту, приминая мелкие растения и ломая ветки деревьев. Варан неподвижно стоял на поле боя, ожидая окончания агонии поверженного противника. Я задумался. Это же если здесь такие змеи, то ночевать в палатке опасно. С харчатой фамилии не спросят. Надо бы какую-то сигнализацию организовать. Хоть веревки с консервными банками натянуть. Хотя для змеи это не преграда. Сверху пролезет или снизу. И тут я вспомнил, что сербы от змеи ограждали палатки веревкой, сплетенной из овечьей шерсти. Говорили, что овцы едят змей, поэтому присмыкающиеся боятся запах овец. Ну и где я здесь овечью веревку найду? Или хотя бы просто овцу? Да и боится ли обычных бяшек эта громадина толщиной свареную колбасу? Мысли еще не до конца оформились в голове, а руки уже вскинули ремингтон. Выстрел снова поднял начавших успокаиваться птиц.